Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа Нить Ариадны, где вместе с нашими гостями, профессиональными психологами, мы обсуждаем сложные проблемы и ситуации, с которыми сталкивает нас наша жизнь, а также стараемся найти возможные варианты решения этих проблем. Сегодня мы поговорим о том, что такое критика, почему люди критикуют друг другу, и как нужно правильно относиться к критике. Нет такого человека, которому никогда бы не приходилось выслушивать критику в свой адрес. Реакция на это у всех разная и зависит от многих обстоятельств, от отношения к миру, от образования и воспитания, от погоды и настроения в этот конкретный день и от много чего еще. Несмотря на то, что изначально это слово имеет массу оттенков и в переводе с греческого означает разделять, выносить суждения, решать, обвинять, оспаривать, в общении мы, как правило, воспринимаем только одно из них. Если критикуют, то обвиняют. А мы этого не терпим. Критика задевает глубоко, страдает наша гордость, уверенность в своей исключительности и неприкосновенности. Нам больно и обидно. С другой стороны, мы сами гораздо критиковать и редко упускаем такую возможность, ведь критикуя, мы как бы возвышаемся в собственных глазах. Но, как утверждает история и специалисты, критика нужна и полезна для общества, ведь никто не станет отрицать необходимость свободы критики, ее гласности, легкой самокритики и критики практической. Получается, что критика нужна, но ее почему-то никто не любит. Видимо, мы делаем это как-то неправильно. А как же правильно? Советов много, но главное из них – не унижать и не судить никого, кроме себя. Да и с собой тоже не переусердствуйте. В общем, уважайте и любите друг друга, тогда и критика исчезнет, а ее место займут добрые советы и пожелания. Разобраться в том, что такое критика, и как ее можно превратить в добрые советы и пожелания, нам сегодня помогут гости нашей студии, психологи, члены профессиональной психотерапевтической лиги и специалисты в области практической психологии бизнеса Ольга Разволгина и Алексей Завельский. Здравствуйте. Рады вас видеть в нашей передаче вновь. Спасибо. Итак, критика. Готовясь к передаче, я задумалась о том, что нас критикуют практически с момента рождения и до смерти. Более того, на дню это происходит бесчисленное количество раз. Именно поэтому, наверное, стоит поговорить об этом, что такое критика, какой она бывает и как нам нужно правильно к ней относиться, чтобы она не выбивала нас из колеи, не делала нашу жизнь невыносимой. Итак, начнем сразу с главного вопроса. Что такое критика? Ну, критика, прежде всего, это какая-то оценка того, что происходит. Это, наверное, ключевое. Что это оценка, что раз и навсегда присуждается какой-то знак тем действием, чаще всего негативный, отсюда и идет критика, тому, что делает, что происходит с другим человеком, что делает другой человек. И это, в принципе, наверное, распространяется и воспринимается как оценка самого человека. С его действий, с его, так сказать, поступков переходит на самого человека. Восприятие его же. То есть это тот, кто критикует и кого критикуют взаимоотношения, если я правильно поняла? Не просто взаимоотношения. И, позвольте с вами не согласиться, Татьяна, отнюдь не с момента рождения нас критикуют. Еще раньше. Я догадывалась, что еще раньше. Да, как минимум за месяцев 9 до того может начаться критика. Критика – это всегда оценка. И тут, я согласна с коллегой, оценка, как правило, негативная. Другой разговор, что критикующий оценивает не то, что вы делали, не то, как вы это делали, а оценивает нас самих. Поэтому с критикой так трудно уживаться, даже когда, казалось бы, она направлена на объективное улучшение ситуации. Обидно? Да, конечно. Я думаю, что мы чаще всего все-таки обижаемся на критику. А почему люди критикуют друг друга? Вот мы знаем, что это обидно, что это горько и больно. И тем не менее мы критикуем. Откуда у нас эта потребность постоянно оценивать других? Ну, вообще-то есть такое личностное качество. Оно даже тестами определяется, как потребность организовывать окружение в соответствии с собственным представлением. Тогда, сами понимаете, все, что не соответствует нашему представлению, должно быть как-то под него подогнано. Соответственно, как заставить другого человека соответствовать нашему представлению? Сказать, ты не такой, а должен быть вот таким. Ну, тем самым сразу снимается с себя ответственность, что сам человек ничего не делает для того, чтобы было так, как ему хотелось. А виноват кто-то другой. Это так называемая внешне обвиняющая позиция. Про нее народ хорошо говорит в своем глазу, говорит, бревна не видать, а в чужом соринку заметно. Вот почему мы боимся критики? Все-таки почему мы так к ней относимся негативно? Наверное, поэтому же, потому что нас оценивают, и мы чувствуем, что оценивают нашу личность, оценивают так, что зачастую есть ощущение, что стремятся просто нашу личность уничтожить. То есть это унижение, в общем-то, да? Да. Какой-то элемент унижения и оскорбления человека. Ну, критика бывает разная, бывает действительно намеренно оскорбительная и унизительная критика, которая приравенна к психологическому насилию. Сегодня у нас в передаче будут телефоны и звонки телезрителей, и вот мне подсказывают, что уже есть, поступили первые звонки. Давайте их послушаем и постараемся ответить на эти вопросы. Пожалуйста, вы в эфире говорите. Мы слушаем вас. Алло, здравствуйте. 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 Насколько это типичная или нетипичная ситуация? Это очень типичная ситуация, на самом деле. Что она означает? Что значит такая критика? Прежде всего, это определенный, как мы уже говорили, стиль отношений между людьми. Второе, это, конечно, личностные черты критикующего человека. В данном случае, скорее всего, это надо, конечно, смотреть уже более конкретно и по одному телефонному звонку не скажешь, но, скорее всего, это черта того человека, который критикует. И даже при улучшении ситуации, к сожалению, критика не будет уменьшаться. Но есть более оптимистичный подход, если позволите. Нет, извините, я вклинюсь в ваш разговор. Все-таки молодой человек сказал, что до свадьбы-то было все хорошо. То есть она его не критиковала. А что произошло спустя некоторое время? Ну, значит, человек как-то может себя по-другому вести. На самом деле, мало ли что изменилось. Я хочу сказать о том, что такая постоянная критика, ведь о чем говорит наш телезритель? О том, что жена недовольна тем, как он одевается, его местом работы и так далее. То есть в классическом критическом настрое она говорит, ты не так одеваешься, ты не там работаешь. Посоветовать этой паре, которая не хочет разводиться, можно одну очень простую вещь. И муж может попросить свою жену говорить о том, чего ей хочется. Такая критика, нарастающая после заключения брака молодыми людьми, даже брака по любви, очень часто бывает свидетельством, ну, некоего несовпадения ожиданий. Хотелось одного, получилось немножко по-другому. И вместо того, чтобы говорить о том, как бы мне хотелось, чтобы было, я начинаю смещать это свое недовольство на одежду моего мужа, на образ его работы, жизни, встреч с друзьями и так далее. Очень распространенная ситуация. Просто вернуться к себе. Я бы хотела, чтобы было так. Чтобы человеку стало понятно, да? Просто не критиковать, а сказать, что бы я хотела на самом деле. Хорошо, следующий звонок. Слушаем вас, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. И вот какой вопрос хотела задать. У нас на работе начальник отдела, когда что-то не так, не ругает и не кричит. Ну, так тихо и спокойно скажет, что выходишь от него просто раздав. У нас даже некоторые болели после этого. Вот что тут поделаешь? Помогите мне. Спасибо. Давайте поможем человеку. Честно говоря, я встречала таких людей. Мне приходилось встречать. Похоже, мы столкнулись с таким воплощением той самой оценочной критики, задевающей именно личность человека, о которой говорили в самом начале. А сотрудникам, пожалуй, можно посоветовать только одно, если они не хотят покидать эту организацию. Поинтересуйтесь, чем конкретно недоволен ваш руководитель. И это служит неплохой психологической защитой, когда вы готовы не схлопываться, как шарик под первым напором, а буквально взять бумагу и карандаш и попробовать записать, чем же человек конкретно недоволен. То есть нужно спросить его, чем он недоволен. Но здесь, насколько я поняла, в вопросе еще и страх перед тем, как человек это делает. То есть тихо, без крика, но настолько тяжело, что это просто раздавливает. И готовность конкретизировать, защищает. А он пойдет, такие люди идут на такие контакты. А, либо перестанет таким образом себя вести. Здесь есть один момент. Воспринять ситуацию как работу. Вот записать, чем конкретно, просто оценкой вашего начальника. Вам не поможет как-то изменить и сделать работу лучше. Вы ответственный работник, вы хотите ее делать лучше. А начальник может конкретно в таком случае сказать, что он хочет? Я думаю, что никогда это будет перевод критики в конструктивное русло. Если скажет, то будет. Если он не сможет это сказать, опять же, тогда вы сделали все, что от вас зависело, чтобы сделать. По крайней мере, ответить, что если вы не говорите, чем он недоволен, то... Если человек не может сказать конкретно, его критический запал несколько обесценивается. Не так страшно становится. Тогда что представляет? Для того, чтобы знать, как противостоять критике, знать, как с ней обходиться, знать и уметь разгадывать ее личины, зачем она кроется. Давайте поговорим о том, какой бывает критика, как она проявляет себя в нашей жизни, и как мы к этому относимся. И по традиции, как всегда, ответы наших прохожих на вопрос, как они лично относятся к критике, и что чувствуют в момент, когда их критикуют. Как вы относитесь к критике в свой адресе? Что чувствуете, когда вас критикуют? Да я уже на пенсии три года, меня не критикует никто. Критикуют, и пусть критикуют. Отношусь положительно, задумываюсь, почему критикуют, и над теми вопросами. Ну, про что критикуют? Спокойно отношусь, не обращаю внимания. Ну, если она конструктивная и позволяет понять что-то новое о себе, то, в общем-то, стараюсь принять к сведению. Если же это вызвано завистью или еще какими-то негативными эмоциями, то, в общем-то, становится неприятно, может быть, даже конфликт рождается. Получается, что наши люди довольно конструктивно относятся к критике, понимают, что такое позитивная критика, и на хорошую критику реагируют хорошо. Это правильно? Приятно слышать, конечно, такие оптимистичные ответы. Ну, откровенно говоря, позволим себе усомниться в том, что в реальной ситуации наши респонденты были бы столь же благожелательно настроены критикующему их человеку. Безусловно, можно представить себе ситуацию, когда критика кажется человеку конструктивным. Мало того, существует определенный тип людей, которые воспринимают критические замечания, скорее не относя и к своей личности, а относя к предмету, например, своей деятельности. То есть, если замечание сделано на работе, интересуется, что можно исправить в их работе, по мнению руководителя. Это достаточно устойчивые люди. В реальности большинство все-таки на критику обижается. И на самом деле это связано с достаточно глубокими механизмами, которыми вызвана сама критика. Что это за механизм? Это механизм доминирования. Любой человек, который начинает критиковать другого, хочет доминировать, не беря при этом на себя ответственность за то, что происходит с тем человеком, кого он критикует. Тот, кого критикует, это чувствует. Безусловно. Конечно, конечно. Отсюда и возникает вот это сопоставление, слияние с прямой агрессией. Потому что прямая агрессия – это тот же самый механизм доминирования. То есть, они из одного просто куста, хотя выражаются по-разному. Какие виды критики существуют вообще в жизни? Может, мы наверняка не все из них знаем? То есть, как они выглядят и как себя ведут, как проявляют себя в жизни? Ну, начнем, наверное, с самого печального. Говорят, критика откровенно оскорбительная, имеющая своей целью человека унизить. Она выражается очень простыми словами. Ты – свинья, вы – никчемный работник, этот отчет ничего не стоит. Без всяких аргументов, объяснений. Прежде всего, дающих обидную, оскорбительную оценку и обесценивающую как самого человека, так и то, что он делал. Такая критика обязательно должна относиться ко всему сразу. Все не так, все плохо. И как обычно реагирует? Как мы обычно на это реагируем? Вы знаете, ошеломление. Обычная реакция – стопор. После него иногда наступает то, что условно называют лестничным остроумием. Вот вышел в коридор, покурил, и тут как раз и сообразил, как же ему надо было ответить. Кстати, трамвайная хама относится к той же самой категории. Ну, вы знаете, распространенная ситуация, потому что я, например, тоже теряюсь перед такой внезапной критикой или хамством, а задним числом, когда уже успокаиваешься, думаешь, я бы и так сказала, и так уж я бы нашлась. Но почему ты не находишься в нужный момент? То есть критика, она всегда ведь неожиданна, она на это рассчитана. А это тренируемо? Это тренируемо. И как и тренируемо наши реакции не отвечать на критику, а пугаться. Нас с детства этому вытренировали, когда нас критиковали. Наши родители. Наши родители, наши учителя. Наши окружения. Опять же, им тоже необходимо выстраивать ту же самую иерархию. То есть стать, здесь показывать, кто здесь главный. А бывает критика с очень скрытой целью. Цель всегда одна – стать выше. И снять с себя ответственность за ситуацию. Но критика очень часто рядится под добрый совет. Попытку предостеречь и оградить человека от каких-то необдуманных поступков, например. Тогда ему дают понять, что он мал, глуп, туп, не развит. Очень хорошо в этом случае сравнить с кем-нибудь, явно не в пользу критикуемого. Посмотри на Машу, она делает свои уроки по физике на пятерке всегда, а ты вот со своим футболом. И при этом вроде бы ничего обидного формально не сказано. А у человека остается достаточно сильный и, может быть, даже более глубокий осадок, чем от прямой агрессивной критики. Как обычно ведут себя в этих случаях те, кого критикуют? По-разному на такую критику иногда бывают очень агрессивные, ответные попытки. И нечего мне тут советовать. Сам знаю, как мне поступать. Не говорите мне, что я должен делать, я не скажу вам, куда вам надо пойти в самом жестком варианте. Но все это, собственно, слабая позиция. Потому что, во-первых, первый камень уже в вас брошен, и вы можете только пытаться как-то... Ну, хуже этого есть еще один вариант, когда человек как бы вбирает в себя эту критику и начинает уже без присутствия кого-либо постороннего сам себя в точности так же критиковать. И сравнивать себя с другими, и постоянно находить кого-то, кто точно лучше него, соответственно, значит, он хуже. Это называется самокритикой или самоедством? Самоедством. Или самоуничижением? Есть здесь какие-то границы или грани между этими понятиями? На самом деле есть. То, что мы называем самокритикой, самокритичным человеком, критичным отношением к себе, это заключается в осознании того, что человек сам делает, именно проделает. И что он мог бы сделать иначе. То есть это здоровое, нормальное, да? Это нормальное. Вот то, что у нас принято называть самокритикой, и как у нас с давних времен, особенно это, опять же, в иерархических системах очень хорошо видно, как способ приспособления. А оно ближе намного к самоедству. Это бить себя в грудь, что виновен во всем я. Когда возникает тема вины, вот здесь очень легко развести. Когда возникает возможность изменить что-то в действии, в том, что происходит, это скорее к здоровой части человека самого. А когда к чувству вины, что я во всем виноват, вот это уже самоедство. А вот российский человек, вообще русский человек, вот мы по своему характеру, мы склонны к самокритику, к самоедству? Потому что есть такое предположение, что как-то вот русские люди очень любят себя покушать внутри, и свою душу, так вот, помучать себя. Это национальная какая-то черта, или что это такое? Еще влияние мистического сознания. Давайте скажем, что у нас все плохо, тогда злые духи нас не заметят и пройдут стороны. На самом деле, если вернуться к разговору о том, какая бывает критика, еще один очень разрушительный ее вид, который, как правило, начинается со слов «почему?» «Почему вы так? Почему ты здесь?» Такой вид критики конструктивным быть не может, потому что непосредственно вызывает у человека необходимость оправдываться. То есть, как правило, врать. Критика, которая формирует привычку к вранью, разрушает личность и того, кто врет, и того, кому врут. Поэтому, вместо того, чтобы спрашивать подчиненных или своих близких, почему они так поступают, если хочется свою критику сделать конструктивной, можно озадачиться простым вопросом, а зачем они это делают? Что ты хотел получить в результате? Хорошо. Давайте послушаем звонок. К нам поступил телефонный звонок телезрителя. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый день. У меня вот такой вопрос. Мой коллега по работе довольно привлекательный человек, но говорить с ним очень сложно. Он никогда ничего не скажет тебе прямо в глаза, но старается как-то уколоть шуточками, прибалточками. Вроде бы обидел, а вроде бы и нет. Но вот оставить такое ощущение, будут тебя красиво обрели грязью. И вот как найти противоядие, как вести себя с такими людьми, как все это пресечут? Помогите нам, расскажите. Спасибо. Вот как быть в такой ситуации? Мы уже говорили немножечко о том, что навыки уверенного поведения, они очень нужны, когда мы общаемся с критиканами самых разных качеств. Помогают человеку закрыть свое внутреннее пространство, в том числе и от таких изящных инвектив, о которых сейчас рассказывает телезрительница. Как правило, есть соответствующие группы, они называются группами по формированию науков ассертивности. На русский, к сожалению, не переводится английский термин. Как нам объяснить? Да, английский глагол, то есть, что это такое? А переводится длинной фразой. Вот вы спрашивали о русском национальном характере. Нет у нас соответствия. Неагрессивное отстаивание своих прав. Наиболее общепонятное. Ну, понятно, в общем. Понятно, но вот слов у нас такого, к сожалению, нет. Ну, короче, что придумать так и не можно. Не можем найти в русском языке аналог. Хорошо, как быть с такими людьми? Что это за вид критики? И как действительно противостоять таким людям? Это действительно издевательский вид критики. Противостоять таким людям просто, просто нужно немножко потренироваться. Обычно в таком случае можно согласиться с какой-нибудь одной частью того, что говорится, и полностью игнорировать все остальное. Тут очень интересный момент происходит. Когда мы соглашаемся и делаем это открыто, с той частью, с которой мы согласны, игнорируя все остальное, мы переходим сами в активную позицию, одновременно не унижая другого. То есть, с одной стороны, мы не опустились, и той же самой, он над нами не возвысился, да? С другой, поскольку мы активны, мы продолжаем взаимодействовать. С другой стороны, мы не приняли всего того негатива, который он пытался... Показывай что-нибудь. Я думаю, что времени хватит. Не надо? Это долго? Долго. Это долго, да? Тогда можно посоветовать нашим телезрителям прийти к вам на консультацию, где вы можете всему этому научить. Короткий диалог. Дело в том, что, конечно, нас критикуют, то есть мы критикуем и нас критикуют, но некоторые люди добиваются в этом особого совершенства. Кто же такие критикующие? В чем их особенность? И как правильно защищаться от таких людей? Как правильно реагировать на критику? Критики даже специалисты относятся по-разному. Одни видят в ней и плюсы, и минусы. Другие уверены в том, что критика – это всегда агрессия, скрытая или явная. По их мнению, критик похож на взломщика, а не на человека, аккуратно подбирающего ключик в сердце другого. Все силовые приемы одинаковы. Не открывают, а ломают. Кажется, что так проще добиться результата. А на самом деле все только усложняется и затрудняется. Ведь такие люди критикуют не во имя результата, а для того, чтобы показать свое превосходство, нанести удар по самолюбию другого человека, ощутить свою значительность. Критикующий может прикрываться самыми добрыми намерениями, просветить вас, предостеречь от ошибки, сделать ваше будущее светлым и беззаботным. Но при этом он меньше всего заботится о том, как вас осчастливить. Ведь его главная цель – приспособить вас для своего удобства. Поэтому, по мнению сторонников этого взгляда, критика не информация к размышлению, а нападение на вашу душу, от которого надо защищаться. Вы согласны с тем, что критика – это всегда агрессия и нападение? И вот как нужно защищаться от таких людей? Агрессия и нападение бывают проще в том смысле, что у нападающего всегда есть четко определенная цель. Критикующий часто опасен тем, что это манипулятор. Это человек, который склеивает одну маленькую правду с очень большой неправдой о вас. Поэтому, собственно говоря, от критики бывает так трудно защититься. И все-таки как от нее нужно защищаться? – Мы уже говорили, можно принять то, что действительно в смысле того, что им говорится, вы принимаете то, что действительно соответствует вашему ощущению себя. – Ту часть, в которой человек прав. – Проигнорировал, да. – Ту часть, в которой можно… – Ну, давайте я попробую сказать, Алексей, ты неряха. – Да, я не всегда кладу вещи на свои места. – Как вам кажется, кто кого здесь обидел? – Понимаете, я не стал отрицать того, что мне говорят раз. Я нашел то, за что другой человек может унести мне такую оценку, признал это, но его оценка осталась его оценкой. – То есть получается, что критика, она ни к какому действию и к решению проблемы, вообще вопроса не ведет? – Именно так. – То есть это просто вот такое словоблудие какое-то? – Нет, это действительно попытка возвыситься над другим человеком и желание его принадлежить. – Есть одна маленькая тайна, которую нужно знать людям, которые сильно страдают от критики. – Расскажите нам, пожалуйста, об этой тайне. – Она заключается в том, что все то негативное, что критикант замечает в других, это прежде всего он несет в себе. – Это он говорит о себе. В принципе, человек склонен давать оценки, как бы говоря о самом себя. – То есть он свои проблемы переносит на другого человека. – И это видно в критике. – Значит, она просто не увидела. – Так это просто замечательный ключ к тому, что когда тебя критикуют, значит, это явный указатель на недостатки критикующего тебя человека. – Да, идеальная форма ответа на неконструктивную с вашей точки зрения критику заключается в простой фразе «Благодарю вас за то, что вы познакомили меня с вашей точкой зрения на этот счет». – Замечательно. Замечательно. И в завершении передачи несколько вопросов от телезрителей, мы не можем на них не ответить. Пожалуйста, говорите вы в эфире, мы вас слушаем. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – У меня такая ситуация. Сказал другу правду, а он обиделся. В итоге я просто потерял друга. И после нескольких подобных случаев я уже стал задумываться, а стоит ли вообще людям честно говорить об их недостатках? Как вы считаете, прав или нет? – Вот если коротко на этот вопрос ответить, как можно? – Для чего молодой человек хочет? – Хочет друга изменить, тогда бессмысленно, только потеряет. – Нет, он спрашивает, стоит ли говорить людям правду, если они так на нее реагируют. – Лучше всего говорить людям правду о себе, о том, что тебе не нравится. – Так, хорошо, спасибо. Следующий звонок, слушаем. – Алло, алло, вы меня слышите? – Да, мы вас слышим, говорите, пожалуйста. – На сыну 11 лет. Он не хочет уходить в школу, потому что учительница к нему придирается. По любым мелочам. Если бы он был непослушным ребенком, тогда понятно. Но у нас спокойный мальчик, учится нормально. Я с учительницей говорить боюсь, вдруг еще хуже будет. Посоветуйте, что можно сделать в этой ситуации? – Ну, такая ситуация... – Ситуация распространенная, да. Очевидно, маме все-таки стоит набраться мужества и поговорить с учителем, если это возможно, со школьным психологом. И вне всякого сомнения следует помочь ребенку, возможно, тоже проконсультировав его со школьным психологом. У детишек свои способы защищаться от нападений взрослых. И послушных детей это мучить труднее, потому что они привыкли взрослых слушаться. Если ребенок не будет ходить в школу... Вы знаете, иногда такие проблемы бывают неразрешимы, детей приходится переводить в другую школу. – Или в основном экстернат. – Да. – Бывает, что и на экстернат. – Но до того, как принимать такие решения, необходимо использовать все возможные способы. Хуже не будет. – Здесь мы точно можем сказать, что помощь профессионального психолога, будь то школьный психолог, будь то не школьный психолог, просто специалист по работе с детьми. – Скорее всего, окажет очень существенную помощь и может помочь справиться с ситуацией, прежде всего грозящей воспитанной неуверенности ребенка в будущем, когда он вырастет. – А вообще самой учительнице, как вы считаете, следует сходить на консультацию к психологу? – В таких случаях... – Если она себя так ведет? – Вы знаете, мы не можем управлять поведением другого человека. – По крайней мере, педагог, мне кажется, должен об этом помнить всегда и знать. И быть очень осторожным в отношении с этим. – Поэтому бывает целесообразно включение в эту ситуацию школьного психолога, который знает одновременно и учительницу, и ребенка, и может с помощью родителей помочь разрешить ситуацию. – И с точки зрения его должности, может рекомендовать тогда уже педагогу обратиться за помощью. – За индивидуальной консультацией. – За индивидуальной консультацией. – Спасибо огромное. Наша передача подходит к концу. И в заключении, очень короткие советы, пожелания нашим телезрителям, как правильно относиться к критике. Может быть, ваши личные советы, теми, которыми вы пользуетесь в жизни? – Вы знаете, мы всегда стараемся рекомендовать нашим клиентам и пользуемся сами единственной возможной формулой как высказывания, так и получения критических замечаний. Она называется «развернутой формулой обратной связи», если иметь в виду ее официальное научное название. – Мы позитивно приписываем критикующему желание действительно нам помочь. Это очень сильно помогает. И сами, когда действительно хотим что-то изменить, просто стараемся пользоваться ей. – Это очень просто. Всего-навсего нужно вернуть человеку ту задачу, которая перед нами стояла, какая бы она ни была – выполненный урок, выполненное рабочее задание или помытая посуда дома. И совершенно необходимый момент – необходимо перечислить те действия, которые человек сделал. – Причем не забыть. – Если вы его хотите покритиковать конструктивно или спросить человека, какие именно ваши действия он в этой задаче видит. А потом? Ну, конечно, потом оценить результат. Если результат вас устраивает, то мы не говорим о критике. – Да, мы не говорим о критике, мы говорим, что и это устраивает вполне. – А вот если результат не устраивает? – Тогда не критиковать, а предложить, что можно было бы сделать иначе, и какой, по вашему мнению, был бы в этом случае результат. Как бы это повлияло на ситуацию? – Долгий совет. – Да. – Сложный. – Учиться надо. – Да. То есть, из чего следует сделать вывод, что относиться к правильной критике надо учиться. А, как мне кажется, критика – это сфера культуры человеческих общений, и здесь во многом зависит от того, насколько мы уважаем другого человека, насколько мы позитивно к нему относимся. Поэтому спасибо вам огромное. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Сегодня мы говорили о критике, и у нас в гостях были психологи Ольга Разволгина и Алексей Завельский. Я желаю вам счастья, здоровья и до встречи через неделю.